Мы снова в студии программы «Просто утро» и сегодня мы поговорим об экстремальном виде спорта, который в последнее время набирает все большую популярность – о дрифтинге. Никита, напомни нашим зрителям суть соревнований. Ну, по сути, дрифтинг – это состязание, в котором гонщики демонстрируют свое умение водить на грани и проходить повороты на максимально возможной скорости в управляемом, а иногда, к сожалению, не в управляемой, но все-таки в заносе. – Думаю, это очень страшно, хотя, в принципе, я люблю экстремальные виды спорта, несмотря на то, что многие считают, что девушкам положено увлекаться чем-нибудь другим – шоппингом. – Да, или, например, готовка еды, но это уже в последнее время какие-то штампы. Просто наверняка, мне кажется, многие девушки, и ты просто позавидуешь нашей сегодняшней гости, Юлии Якусик, которая напрочь разбивает стереотипы о девушках за рулем. Ну что, друзья, мы продолжаем разбивать стереотипы о девушках за рулем. И в прошлом году у нас в гостях была девушка-дальнобойщик, а сегодня у нас в гостях Юлия Якусик, девушка, чья работа связана с авто, чье хобби связано с авто. Мисс самого крупного мероприятия, посвященного автомобилям Санды 2016. Очень приятно, что ты к нам пришла, и очень приятно знать, что есть девушки, которые вот настолько увлечены чем-либо, вот в данном случае, автомобилями. Да, ну и хочется сразу спросить немножко об истории того, как началось твое увлечение техникой. Ой, ну увлечение техникой у меня началось, наверное, с детства. Когда девочки играли в куколки, Юля играла в конструкторы. Так как мой отец занимался музыкой, и у него было очень много всякого аппарата, там динамиков, проводочки, паяльнички, естественно, Юля начала это все подбирать очень быстро, и где-то помогать папе раскручивать что-то, что-то паять, какие-то микросхемы, и вот так вот, наверное, все и началось. Правда, потом на долгое время это все утихло, и, наверное, уже только когда я получила права, уже тогда, наверное, более или менее сильно зацепилась. У тебя сколько категорий прав? Давай вот об этом немножко поговорим. У меня есть категория на легковую, категория также на грузовую и с прицепом тоже. То есть когда все девочки просили у родителей на день рождения куклы, какие-то сладости, что-то еще, ты просила новые провода, новые динамики и машинки. Я просила плееры, да, что-то такое, да, интересное, да. Я так поняла, автомобили вообще везде, просто тебя окружают постоянно. Абсолютно, абсолютно везде, да, это и мое хобби, и моя работа, причем, наверное, в жизни нет ничего лучше, это когда твое хобби становится работой, тем более хорошо оплачиваемой. Ну да, что важно, что важно. Да, это очень важно, конечно. А этого, чего смешного, этого не стоит стесняться, это очень круто, мы тебя поздравляем, что у тебя это получилось. Многие об этом только мечтают. Да, надеюсь, что у всех будет получаться именно так, потому что это действительно доставляет не только удовольствие, но и, естественно, сказывается на результате работы. Ты потом видишь счастливые лица клиентов, и которые, ну, как такое вообще возможно? Что ты делаешь для клиентов, расскажи, пожалуйста, потому что я сейчас слушаю, это немножко как-то сумбурно, вот по полочкам. Хотя бы о самых главных направлениях твоей деятельности. Я занималась автополировкой довольно продолжительное время. Также для себя уже и для более качественной полировки мне пришлось изучить и покраску авто, но это только для себя, так вот, основное. В полировке очень часто приходят мужчины, когда вот приезжают на мастерскую, привозят, вот, мне нужно отполировать машину. И как бы мастер-приемщик принимает и говорит, сейчас выйдет мастер, посмотрит. И тут выходит такая маленькая девочка в кроссовочках там с косичками, и они так, как? С удивляться. И так, с такой опаской на это все обычно смотрят, и с таким недоверием. Но буквально минут 10-15 общение, когда я сразу обхожу машину, говорю, где она была крашена, куда бита, сколько раз она была крашена здесь, там, где какая краска. Мне кажется, в этот момент удивление будет еще больше. Да, и вот он через пару минут, да, через пару минут, да, вот эти сомнения прошло, он начинает прислушиваться, где-то начинает для себя что-то такое уже новое, интересное, а потом видит, да, вот начинаешь показывать, вот тут вот было, он такой, да, да, и так, с таким уже, да. И уже, когда, естественно, заканчивается работа, машину забирают, она выходит практически как из салона. Порой даже в салоне не очень такие хорошие бывают. Мы не будем говорить название этих салонов, и так все знают, пожалуйста. Да. Мне Юля рассказывала, что она просто огромное количество, может, много часов проводить на работе, и вообще не устает, ты там говорила, во сколько ты могла вернуться домой. Да, я приходила в 10 утра, и самое позднее, до которого времени я могла оставаться, это до трех ночи, до двух-трех ночи. Ну, обычно полировка машины занимает два дня, ну, там в зависимости тоже от сложности, ну, минимально два дня, иногда, конечно, больше. Где ты училась? Поскольку ты лет для себя определила, что это будет твоим делом? Оно само по себе пришло. Это, ну, я особо не училась, ну, как не училась, было время, когда я работала на мебельной фабрике, и вот первый раз тогда познакомилась с полировкой, и, точнее, как познакомилась, вот пришла на работу, мне дали машинку, говорит, вот эта машинка, вот эта полироль, давай. То есть не показали, не рассказывали, и вот все методом тыка, проб, ошибок, как говорится, пришлось самой до всего доходить. И уже через пару лет я вот сдала на права, начала заниматься мелким ремонтом в своей машинке, и думаю, ну, вот весна, как бы хочется, чтобы все блестело, а почему бы не попробовать? Самой? Самой, да, на своей машине, и вот это был первый мой опыт. Пришел друг, посмотрел, говорит, ой, так, слушай, хорошо, а вот у меня тут царапинка, давай вот я подъеду, ты там мне быстренько ее сделаешь, я, ну, давай. И приехал один, второй, третий, и я смотрю, что да. Можно мне друг сказать, давай, я сейчас бегу, открою ИП, и тогда мы все сделаем. Да, быстрее, да, ну, это все бесплатно, так что. В школу дрифтинга я загорелась пойти после того, как на одном из чемпионатов, которые здесь проходили у нас в Гродно, попала на дрифт-такси. Я выиграла билет бесплатный, да, и... Это то самое, которое от Фольши в девятовке на всех кольцах? Нет, 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 это проходило у нас на аэродроме, вот у меня был билет, и меня прокатили пару кругов по трассе, и, честно говоря, наверное, водитель был больше в шоке, чем я, потому что меня сначала так сильно пугали, что это все так страшно, ты там держись, потому что там будет насилить, вот, но когда срывается машина, и нас уносит в занос, облако резины, там дым, я сижу, хлопаю в ладоши, там, давай. И на меня так, просто так вот так смотрят, что-то невероятное. Кстати, а вы не смотрели это видео, как девушка приходит где-то в какой-то в европейской стране или в Америке, девушка приходит к инструктору, получит... Да, 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 это чемпионка, это чемпионка. Наши зрители могут посмотреть в интернете, как девушка, у нее все навыки, она чемпионка экстремальной вордией, она приходит сдать на какую-то категорию, и с инструктором садится, он просто заполняет документы, и начинает, потом она делась, и вы бы видели лицо инструктора. Да, и тогда несколько инструкторов было, да, интересно. У тебя не было похожих ситуаций в жизни? Нет, до такой степени экстремальных нет. Когда ты кого-то рядом возила, и они не знали, что ты сейчас будешь дрифтовать, и ты там где-нибудь... По городу никогда дрифтовать, это вообще нельзя. Но это мы для камеры, а за кадром ты просто расскажешь. Нет, за кадром даже тоже такого не буду. Нет, я всегда стараюсь соблюдать скоростной режим, потому что в городе действительно очень опасно, и иногда ты больше волнуешься не за себя, а за окружающих, потому что ты можешь быть уверен в себе, но кто-то рядом будет ехать, у него, извините, два дня права, и он может себя неадекватно повести. Как относится к твоему увлечению родители? Как относится к твоему увлечению твой будущий муж? И вообще у вас, я так понимаю, они стандартные пары, когда за машинами в доме ухаживает девушка, да. А муж, а мужчина что делает? Мужчина, не знаю, может быть, готовит. Нет? Нет, ну что, ну, ты серьезно, как он относится к этому? Как? Довольно неплохо, зато теперь он всегда спокоен. Машины все в доме досмотрены. Но мне самой, мне интересно, я еду в своей машине, я уже где-то какой-то звук неправильный услышала, там где-то что-то застучала, все, мне уже надо залезть, посмотреть или завести на СТО. Да, конечно, отношения очень интересные, потому что, ну, обычно девушки какие подарки делают своим парням? Там на Новый год, на день рождения тот же. Ну, как девушки, да. У нас на праздники обычно дарятся аккумуляторы, магнитолы, динамики в машину, или там полное обслуживание, ну, вот как-то так. Отлично. То есть стоит объяснить зрителям, что дарятся, это значит, что Юля дарит своему парню, а не наоборот. И наоборот я уверен тоже. Ну, смотри, давай поговорим про творческую сторону твоей профессии. Я думаю, может, некоторые наши зрители, вот мы с Дашей точно видели, твои некоторые фотосессии. Вот здесь написано, что ты это любишь, фотосессии с автомобилями. Расскажи об этом, как вообще это проходит, и много ли у тебя таких фотосессий? Фотосессий таких теперь уже, да, довольно много. Причем я никогда не думала, что вообще попаду как-нибудь в эту стезю с фотосессиями. Именно никогда себя там не считала там супер, там, пупер моделью, как даже девочки, ну, вот фотографируются, видишь, даже, может быть, где-то завидуешь. И просто получилось случайно на моем предприятии, где я работала именно в полировке. Был конкурс на колористку. Надо было сделать фотографию, да, я была еще и колористка. Мисс Калористка, это известный конкурс. Калористка, да, очень известная, ну, это так, в наших тесных кругах. Конечно, да. По всей Белоруссии нам нужно было, да, высылать фотографию. И мне как бы пришел наш руководитель и говорит, ну, давай мы сделаем, что ли, вышли, ну, так. Я говорю, ну, давай. И как-то нашелся фотограф, тоже начинающий на то время фотограф, но настолько удачная получилась эта фотосессия, что... Это было с машинами, да? То есть это было на фоне покрашенных машин? Нет, нет, это было на фоне... Это было в мастерской. Это были болгарки в руках. Ну, ваня такая, да, стилизованная. Да, стилизованная, естественно. И фотосессия получилась настолько удачная, что в дальнейшем ее даже напечатали на баннерах города Гродно. Начали как бы писать фотографы сами, потому что тоже видели, и всем очень понравилось. Тем более тема была довольно нова на то время. Такого не было. И вот оно так пошло. Сначала какие-то там техника какая-то, потом пошли автомобили, потом мотоциклы, потом яхты. И вот так вот дальше было такое. Правда, некоторые фотосессии в дальнейшем даже начали оплачиваться. И, ну, те уже как бы... То есть просто очередное направление одного из... один видов деятельности. Да, да. Но тоже связан с авто. Да. Да, очень круто. Да, скажи, может быть, пару советов теперь нашим зрителям, да, по поводу скользкой дороги и так далее. Мы вот тут спрашиваем у людей, у всех, все говорят примерно одно и то же по поводу безопасности. Может быть, что-то вот ты можешь сказать особенное, что не стоит делать в городе в это время? Что не стоит делать? Или наоборот, что можно попробовать, когда скользко. Не надо. Вот, когда скользко, лучше ничего не пробовать. Или где-нибудь на закрытых площадках с профессиональным инструктором, который может тебе объяснить. Тогда, да, можно что-нибудь попробовать. Но, конечно, не стоит ездить быстро сейчас, особенно в такую погоду. Снег, гололед. Стоит соблюдать дистанцию. Потому что не всегда мы даже, если дорога вроде бы чистая, мы не всегда можем рассчитать тормозной путь. Особое внимание пешеходам. Потому что некоторые люди, к сожалению, иногда не думают о других участниках дорожного движения. И просто идут красный, не красный. Я сейчас заметил какую-то нотку легкой ненависти к пешеходам. Нет, нет, ненависти никакой нет. Но стоило бы им быть иногда внимательнее. Потому что в любом случае ты будешь виноват. Это автомобиль. Нужно понимать, что это минимально полторы тонны. И остановить их невозможно в одну секунду. Люди об этом не думают. Ну, в основном, честно говоря, это люди, у которых нет прав. Зато есть такой момент. Всегда видишь, есть ли у человека права, кто переходит дорогу. Есть ли у него права. Люди с правами, они не переходят. Они перебегают дорогу. То есть они не задерживают. Он подошел, три раза посмотрел, перебежал дорогу, чтобы никому не мешать. И как бы все. А вот, да, есть люди, конечно, немножечко... Очень, которые делают это очень гордо. Очень гордо. Это отдельное удовольствие посередине. Это действительно глупость. Ну, в любом случае он прав. С этим ничего не поделаешь. Хорошо, Юль. Спасибо тебе большое. Я думаю, мы послушали советы, мы узнали о тебе. Очень интересная у тебя жизнь. Очень интересного у тебя увлечения. Ярких эмоций тебе мы пожелаем, наверное. Да, и отличного. Скоро начинается, я так понимаю, сезон дрифта. Когда все растает. Хорошей тебе резины, хорошего сцепления. И что можно сказать? И пешеходов, которые быстро перебегают дорогу. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.